Минувшие выходные прошел знаменательный день, День Победы. В этом году он был в ином формате. Не было торжественного парада и шествия бессмертного полка по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на улицах не только нашего города, но и всей страны. Но изменить этой традиции новорингойцы не смогли, и поэтому отметили этот праздник удаленно. Первый раз за 75 лет со дня Великой Победы россияне отмечали этот день дома, а не на улице. В связи с режимом самоизоляции парад и все праздничные мероприятия решили перенести, но отменить празднование в этот день все же не смогли. И День Победы отметили в онлайн-режиме. Новорингойские общественники не смогли не поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, и поэтому приехали к ним под окном с музыкальной фронтовой бригадой. Больше 20 ветеранов со всего города объездили артисты городского дворца культуры «Октябрь». И чтобы не нарушать предписанный режим самоизоляции, ветераны не выходили на улицу, а смотрели праздничный концерт с балконов или из окон квартир. Несмотря на музыкальные поздравления, которые проходили в бесконтактной форме, это не повлияло на хорошее настроение жителей Нового Оренгоя. Сегодня у нас в стране самый главный наш праздник – День Победы. И сегодня он еще в два раза праздничный. Сегодня юбилейный День Победы, 75-е годовщина. Замечательный праздник, несмотря ни на дождь, ни на то, что вокруг у нас режим самоизоляции, все новоуренгойцы, артисты городского дворца культуры, все жители хотят поздравить наших ветеранов с праздником. Поэтому организованы сегодня по месту жительства ветеранов фронтовые бригады, которые приезжают, поют песни, поздравляют. А уже вечером в 19.00 после минуты молчания жители микрорайона «Оптимистов» сплотились и спели всеми известные военные песни вместе с волонтерами Победы из Молодежного ресурсного центра. Подпевали вне зависимости от возраста, как взрослые, так и молодежь. Победы, как он был от нас далек, в красное подуши таял уголек. Мы и ночи, у мордой на всех печей, не смывала наша Родина очей. Эх, погибли, только кто. Режим самоизоляции не стал помехой для того, чтобы почтить память тех, кто отважно сражался за Родину. Многие новоуренгойцы развешивали портреты своих родственников прямо на окнах.